И я с радостью в вечерней программе международной биеннале фотографии и фотовиза представляю нашего гостя, знаменитого фотографа, переехавшего из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, Алексея Титаренко. И у Алексея в этом году выставка в Москве, и она там висит, причем я говорю там, потому что фестиваль краснодарский, и кто-то из наших слушателей сейчас в Москве и может ее посмотреть. Она висит в Мультимедиа-арт-музее, и она будет еще в залах музея до середины ноября. У Алексея есть сайт, который, естественно, для всех российских зрителей, любителей фотографии широко известен. И у Алексея в этом году вышла книга. И мы собирались говорить вначале о галереях, о том, каково им выживать в новых условиях. Но у нас поменялась тема, и эта тема, мне кажется, более интересная и насущная. Каково художникам в этом году что нового, что старого. И главное, что у нас замечательный гость, которого все фотографы в России с удовольствием видят и послушают. Вот в этом году, про который мы постоянно говорим. Он непростой, он непростой. На самом деле, чудесный год, когда гость из Нью-Йорка с нами сегодня в Zoom комнате Международной биеннале фотографии фотовиза в рамках нашей программы «Клуб друзей фотовиза». И у нас сегодня переводчик Алена Давлятова, которая нас переводит на английский для той части нашей аудитории, которая нас смотрит на Фейсбуке только по-английски. Спасибо, Ирина. Спасибо. Здравствуйте все. Я начинаю тогда свой рассказ. Я думаю, что мы поговорим о галереех, как они выживают. В Нью-Йорке их очень много. По крайней мере, было много до начала пандемии. Я хотел бы вернуться к тому, что Ирина уточнила по поводу изменения темы к себе. И изначально тема моего рассказа, беседа должна была быть, как мое видение фотографии меняется, что было хорошего, какие проблемы, вызовы пришлось преодолевать, какой опыт, и что не видится то, что происходит с рынком, так сказать, с моей точки зрения. Перевод. Все это я не привязываю. Перевод. Перевод. Секундочку. Перевод. Итак, мы будем говорить о галереех, как они выживают этот год, этот очень тяжелый год. Мы будем говорить о проблемах, которые фотографы в мире enfrentали этот год. and how is the world of photography now? Начну я издалека. Okay, I will start from the very beginning of my life. Я думаю, что вот такие ситуации, когда происходит что-то, видение меняется, в общем-то, в этом и происходит становление фотографа как художника. И это происходит очень часто в жизни. И к этому просто привыкаешь, и в конечном счете особо не обращаешь на это внимание. Вот как-то парадоксально такое происходит. Алена, вы меня перебиваете, когда вам нужно переводить? Ладно, я просто, да, не хочу вас перебивать. There are situations in the world which can change the vision of the world itself, and photographers surely see how it changes, and they change also their vision to the art, to the photography. Например, если взять то, что, скажем, я делал в 70-е годы, For example, we can take something that I've done during the 70s. Когда я увлекся фотографией, взял камеру в руки и стал на улице снимать то, что вызывало у меня какие-то эмоции. Когда я был в фотографии, и я взял камеру и сделал фотографии of something that made me feel something. Я очень быстро увидел, что мне ничего абсолютно не нравится и забросил фотографию, и больше не занимался. I understood that I didn't like anything and I gave up photography because I didn't like it. Then I faced some interesting events in my life. and I entered the Institute of Culture. Нет, нет, нет. Не надо переводить то, что я не говорил. Я начал учиться на фото-корреспондентов в Университете общественных профессий. И в это время, в связи с тем, что там были определенные люди из фотоглуба зеркала, которые были вместе со мной, и я затем стал посещать фотоклуб. И это изменило... I started visiting the... Public University of Society Related Professionals. Yes, no, I would... ...photo-journalism. После этого... Как поменялось мое видение? Фотографии, то, что практически нам объясняли и показывали в то время, фотографии государства правительства, оно не видело ничего, кроме средства пропаганды. Ну, там были какие-то люди, люди, занимающиеся студийными портретами, пейзажами, были фотокружки, где я тоже занимался. Но в основном это рассматривалось как средство пропаганды, в том числе с начала 20-х годов. The pictures we were shown during that time were only propaganda. Mm-hmm, okay. В фотоклубе меня научили, что искусство — это прежде всего средство выразить самого себя. Выразить прежде всего то, что находится внутри меня, мои мысли, мои эмоции и мое отношение к окружающей действительности. Expressing my inner thoughts, myself, inner, and my attitude to the world. Почему так произошло? Потому что в фотоклубе были простые люди. Там были художники, писатели, то есть не просто фотографы, они были художники, писатели. Фотография для них была средство самовыражения, в том числе и, например, то есть многие художники, они брали камеру, ушли на улицу, но не фотографировали там то, что, скажем, можно было увидеть на странице газет, они фотографировали то, что лежало у них на душе, то, что выражало их внутренний мир. Алексей, чуть-чуть более короткие предложения. Вы очень красиво говорите, не совсем я успеваю. Так что, в этом фотоклубе люди были просто простые люди, как писатели, фотографии, и так далее. И они не были профессионалы, они просто хотели сделать фотографии. А я правильно? И они хотели express themselves. А, true фотографии. Да. Ну, true фотографии. Как-то немножко упрощено, но, в принципе, люди поймут. Короче, предложение, очень красивый поток мыслей, не успеваю. Да. Это поменяло очень многое во мне. То есть, я не стал стремиться как-то, знаете, каким-то вещам, что я хотел, там, очень резкая картинка или еще что-то, какие-то такие технические вещи. Меня стала увлекать творческая сторона дела. Прежде всего, я стал резать свои собственные фотографии на куски, делать какие-то фотомонтажи, коллажи. Ну, this thing changed me a lot and I wasn't into some technical side of this point. I started to cut my pictures into some parts. The main thing, sorry, the main thing I understood is, sorry, can you repeat? The main thing I understood from communicating with those people from the photo club is not what we see is important, but how we feel about it is important. Вот. И в связи с этим, я садом на тем, как это выразить. Скажем, условно говоря, взрывается здание, это может быть как символ трагедии, немцы бомбят Минск. Раз, тысячи людей убирают. То есть вы видите взрывающиеся здания. Само по себе изображение ничего не говорит. Если это как бы идет бомбардировка, это идет война, это может быть негативное изображение. А если это сносится дом, старый бомжатник, вместо этого будет строиться новый дом, это скорее знак позитивного позитивного события. Поэтому объективно то, что происходит, объективно это, допустим, взрыв дома. Вот что-то происходит, взрыв дома. Это может быть война, это может быть снос дома. Важно наше отношение. Как мы это воспринимаем? Трагедию или мы воспринимаем это как позитивное событие? Наши внутренние эмоции по отношению к этому, это самое главное. то, что происходит. Окей, что самое важное то, как мы видим, и наше отношение к теме. Например, вы видите, что бомжатник, это бомжатник. That's why the building is erased. То есть само по себе фотография взрыва дома, она ничего не дает. Нужен комментарий. Yes, we usually need a comment when we see a photo of an explosion of a building. То есть нужно какое-то личное отношение к этому. We need a personal attitude. Как это можно передать? И вот встречать с этими людьми в фотоклубе, в принципе, в этом заключается задача искусства. Это можно передать, например, какой-то метафорой. Это может быть метафора изобразительная. Это может быть метафора текстовая, если, допустим, внутри изображения есть текст. You can convey this feeling with the help of a metaphor, an artistic metaphor, or a word, verbal metaphor. Таким образом, в принципе, вот эти все вещи, которые я видел или которые другие видели, они будут приобретать тот правильный характер на изображении, который как бы так, как мы это воспринимали, только если вот будет вот этот элемент метафорический, когда, как стихотворение, скажем, выражается чисто лично, личный point of view. So we actually can see and feel what is in the picture only with the help of such metaphors, artistic metaphors. И когда моя жизнь пошла дальше, когда мое видение стало меняться, When my vision started to change, Мой внутренний мир стал меняться, стала меняться оценка того, что я видел. И несмотря на то, что моя камера, мои технические возможности как фотографа оставались тем же, То есть, например, когда я пошел в армию, после института, Я столкнулся совершенно с вещами, о которых я даже не подозревал. Это садизм офицеров по отношению к службе солдатам, Воровство, бесхозяйственность, просто какая-то большая раковая опухоль, Которая превратила вот эту маленькую часть советского общества, советская армия, Абсолютно неорганизованную, не способна что-либо делать, структуру. Все это прикрывалось такой довольно грубой пропагандой. Если там был какой-то недостаток, на здании быстро затягивали какой-то тряпкой, На тряпке рисовали лозунг, и не надо было ремонтировать здание. Ну и Yuval-Ван, это было cover with some sort of propaganda. For example, if there was a crack in the building, It was only covered with the... I don't know, with a poster... Получие... Получие в хатастрофисы... Другой пример. Если бронетранспортер кто-то увидит, подумают, а чьи? Будут искать. Значит, просто приходят люди и сажают деревца вокруг бронетранспортера, и его больше не видно, деревья растут, он сгорожен. Вот это как бы символизировало, стало символизировать после вот этого нахождения на воинской службе для меня всю советскую систему. Не решение проблем, а их скрытие. Окей, у нас была ситуация в армии, когда Майтраут и я нашли армористовую карьеру, и мы не решили узнать, кто карьеру это был. И вот эта череда событий, она абсолютно изменила. Это для меня не просто как бы меня изменило. Оно изменило тоже мою фотографию, естественно, потому что я делал. Вернувшись из армии, я уже не мог снимать просто так, как я это делал раньше. И вот я обратился к совершенно другой технике, к технике коллажа, фотомонтажа, сатиры в стиле дадаизма в чем-то. Ну, более персонал. Я решила попробовать еще что-то, как фото монтаж и топик дадаизм. Еще что-то? Да, достаточно, да. Дадаизм. Вот такие какие-то художественные течения, которые в начале века возникли, и частично я стал использовать еще свои собственные приемы, но которых я никогда не пользовался. Скажем, сложение нескольких негативов вместе. И стал работать над серией, которая вот с помощью таких вот созданных такими способами метафор выражали мое отношение к действительности. Серию я это назвал номенклатура знаков. Ну, и где я использовал также свои собственные приемы, которые не использовали другие. Такие сэндвичи из нескольких негатив, которые тоже наложением двух-трех негатив вместе, они давали достаточно интересную художественную метафору. It's like, я не знаю, как сказать, наложение. Superposition. Oh, thank you. It was like a superposition of several negatives together. So you can share. Вот, например, моя книга, недавняя номенклатура знаков. Здесь на обложке как раз виден один из коллажей. Очень хорошо. Так, только айфон, я так понимаю, дает все перевернутым. И, как вы видите, здесь вот такая советская действительность. So you can see the Soviet, I don't know, reality, reality here. Все это было сфотографировано на улице. Однако, как вы видите... The pictures were taken outside in the streets. Совершенно по-другому. And they look completely different. Вот один из моих коллажей. One of my colleges. На такой импровизированной выставке на улице, которую я сам устроил. Performance. It was my own performance. Таким образом, я к чему все это веду, я веду это к тому, что на протяжении всей моей творческой судьбы, и творческой биографии, прежде всего, мне было важно выразить скорее вот то мое внутреннее ощущение, которое вызывали вещи вокруг меня. В таком более или менее метафорическом плане для того, чтобы была видна моя личная позиция. Throughout my life, I was trying to show my inner feeling of photography, like, in a metaphorical position. More or less. В дальнейшем, что произошло? Вот сейчас все говорят, да, большая трагедия. Коронавирус. Вот у нас была другая трагедия. У нас был крах СССР. Now everybody says there is a big disaster like coronavirus, but we had the other disaster. It was the crash of the Soviet Union. Для кого это была большая радость, но для большинства это была просто большая трагедия. Я попросила Ирина поместить выдержку из книги Маши Гессен, которую рекламирует New York Times. То, что довольно долго на Западе скрывали. То, что нормальные люди, которые жили тогда, вот как я просто в провинциальном городе, видели это каждый день. Крах СССР, это был, по сути, колоссальное массовое убийство. Well, the crash of the USA, it was a colossal and massive death for all the people. And there was an excerpt from Masha Gessen's book, or it was an article. Это статья о книге, которую, линк на которую поместила администрация фестиваля на моей страничке. Yes, and in these articles, you may find that a lot of people started to die after the crash of the Soviet Union. Да, очень просто почему. Потому что единственный работодатель было государство. Единственный банк, где все держалось, был Госбанк, Сбербанк. Потому что они срекнули. Людям не было выходов. Ну, у Москвичей были выходы, может быть. У провинциальных советских граждан выходов было не так много. And when the Soviet Union collapsed, there was no choice and no exit for just simple people. For example, for Moscow citizens, probably it was easier. But for other citizens of other regions of Russia, it was just a death. Вот в этой статье Маша Гессен приводится кое-какие примеры. Я думаю, что для англоязычной аудитории как раз это то, что надо прочитать и понять ту ситуацию. Почему это важен в нашем сегодняшнем разговоре? Потому что сейчас я перехожу к следующему важному этапу, когда мое видение очень сильно поменялось. Когда это все началось? Началось постепенно. В 90-м году ввели талоны, там все начало исчезать. Я работал на циклом номенклатуры знаков. Я продолжал в то время. Это был... Я продолжал работать на мой книг, «Номенклатуры знаков». Нет, не книга. Это книга была только в 2020. Мы вернемся к тому, что эта книга в 2020 году опубликована. Это проект, «Номенклатура знаков». Это проект 80-х. Переводите. Я над ним продолжал работать, когда начались первые трудности. I was continuing to work on it, while there were several troubles. The first common troubles. There were problems with food, with food, with toilet, but it was clear. Then Putsch, then the press of KPSS, and the crash of the USSR, which, in addition to what they wrote, the crash of the USSR, was not a meeting with Yeltsin and the first secretaries of the republic, but it was in a certain period of time, in 1992-1993. And only after that, Yeltsin was killed by Yeltsin. So, firstly, there were some problems, like with products, there was no soap, unfortunately, and there was the collapse of the KPSS party, and the Soviet Union collapsed in 1993 after Yeltsin. The Soviet Union collapsed, started to collapse. So, the collapse of the Soviet Union, it wasn't just one event, it was a process. So, the solution of the Soviet Union happened, as we all know, in December, end of December of 1991, but the disappearance of Soviet Union itself happened between 1991-1993. Why? Because we had still constitution of the Soviet Union. Until the end of 1993, when Yeltsin did a coup, destroyed the parliament of this Russian Federation, and created a new constitution. What? Значит, идём дальше. Ну и чем это обернулось ко мне, для меня? Для меня это обернулось очень таким серьёзным вопросом. Кто я такой? Я как бы просто кто-то, или я всё-таки гражданин этой страны, которому всё равно что происходит на улице. So, for me, it turned out to be a very difficult question, who I am, because I didn't understand, was I a citizen of a country or somebody else? И как, в общем-то, художник, я очень много ходил по городу. And as they are, I walked a lot through the city. Я снимал очень много, в том числе для цикла номенклатуры знаков. I made a lot of pictures, including pictures for nomenclature of signs. И естественно я видел всё, что происходит на улице. And of course, I saw everything that was happening in the streets. И в определённый момент продуктов в магазине не стало, и начался тотальный коллапс всей системы жизнеобеспечения города. And there was a moment, there was a moment when there was no products in shops, and the total crisis, the total collapse started to appear. No public transportation, nothing. Я в какой-то момент оказался около станции метро. I happened to be near the subway station. И со мной была камера. And I had a camera with me? В то время практически метро было единственное, единственный способ куда-то добраться. Единственное средство передвижения такое. Естественно, все люди, которые были тогда на Васильевском острове работали и должны были ехать домой после работы. Они все старались войти в эту станцию метро. То есть приблизительно 200 тысяч человек. И все они заканчивали работу, конечно, в одно и то же время. И вот эти 200 тысяч человек пытались зайти на эту станцию метро. Потому что другие возможности, трамваи, автобусы, они были, но в них было зайти, поверьте мне, еще труднее. И это стало для меня таким моментом толчка, когда я увидел это человеческое море. Люди все были одеты в черное, или в серое, или в темно-синее. Это был огромный эффект для меня. Потому что у всех людей... У нас было море, как метафор, море людей, и они все были черные или греи. Так как на станции метро еще не работал один экскалатор, полиция закрыла дверь, оставив только одну дверь открытой, которую она периодически открывала и закрывала. Таким образом, около метро возникло даже что-то вроде водоворота. Когда люди пытались зайти слева, справа, они теряли обувь, теряли одежду. То есть, это было очень трудно для людей, потому что полиция закрыла одну дверь, и только один дверь работает на эту эскалатор. Да, потому что эскалатор failed, и только один дверь работает. Это просто запредельная ситуация. Она создала у меня внутри изображение какое-то преисподнее вообще. Я недолго думаю, просто поставил камеру и открыл затвор. То есть, практически использовав прием длинной выдержки. Что произошло вот это время, которое было от начала открытия затвора до конца, оно создало из-за движущейся толпы как раз именно ту метафору, которая передавала мои эмоции и чувства от того, что я это видел. So, this moving crowd actually expressed my own feeling, my metaphor. Еще раз можно по метафору? Да, эта длительная выдержка, long exposure, она создала вот такую метафору, которая, как оказалось, когда я проявил пленку, она очень точно выразила те эмоции, те мысли, те переживания, которые я испытывал в тот момент. So, this long exposure process actually showed in the picture, in the photo, what I was going, what I was trying to tell, my feelings, my emotions. И после того, как я вернулся домой, тщательно посмотрел все, что у меня было, я понял, что мне нужно менять мое творчество, мое видение и переходить к чему-то новому. И вот то, что я сделал около этой станции метро, для меня это стало тем новым, с которого начался мое новое видение, новый проект под названием «Город теней», который сейчас и выставляется в мультимедиа-арт-музее в Москве. И так, когда я вернулся домой после этого события, я понял, что я должен посмотреть, что я имею в виду, и что я делал с этой лон-экспрошерной фотографии. И я понял, что это было то, что я пыталась сказать. Это было начало моей истории, это это выставка, да, мылию мультимедиа, ну, она и тогда называлась «Город теней», серия фотографий, но сейчас с этим же доголовком есть выставка, которую анонсировала Ирина Чмолева в мультимедиа-арт-музее в Москве. It was the start of my exhibition, The City of Shadows, and right now it's in the International Museum. Multimedia Art Museum. Multimedia Art Museum, в Москве, да. В дальнейшем, конечно, мой стиль менялся еще, однако если я буду говорить о всех каких-то вот таких вот знаковых моментах, но нам просто не хватит времени на это все. Поэтому вернемся к сегодняшней ситуации. So, of course, after that, my style has changed, but nowadays situation… Вот Ирина что-то показывает. Ирина, спасибо. Отлично. Потому что я говорю с айфоном, мне так легко это не сделать. Вернемся к сегодняшней ситуации. Let's get back to today's situation. Как мое видение фотографии поменялось? Что было хорошее? Какие проблемы, вызовы пришлось преодолевать? Какой новый опыт у меня есть? Это то, что мне задали, как сегодняшняя тема. So, how did my point of view change, how did my vision change, and what new challenges do I face? Я могу сказать, что вот эта как бы эволюция, когда у тебя рождается какая-то новая тема, новое видение в действительности, это процесс, который не пятиминутный. И вот этот эпизод эпидемии коронавируса, он выразится в моих работах, но это произойдет позднее, не сейчас. Меня видно вообще, потому что моя картинка пропала. Поэтому для меня сейчас, собственно говоря, ничего не поменялось. Что было хорошего? Ну, когда я находился на самоизоляции, я много сделал хорошего. Я начал заниматься своим архивом фотографическим. What about the good things? When I was on self-isolation, I started to do my... I don't know, как это сказать. Archive, photographic archive. Work on my photographic archive. Yeah, I started the work on my photographic archive. Я поработал и создал несколько принтов. То, что я, скажем, для каких-то выставок, где, в общем-то, у меня так было бы очень сложно найти время сделать. Например, для выставки в Multimedia Art Museum. Я сделал очень много принтов, которых у меня не было. Вот. Ну-ка. Ну, я мы это получили. Я могу здесь говорить. Потому что это просто фотография. So я использую все время, basically,働ившиеся на фотографии. Я был работал с gyпоматфиками, для организации, жилой проект, молнии арт мусей. Я также использовал это время для работы на книгу, создать книгу о моем проекте, в 80-х годах, под названием «Номенклатура знаков», которое, естественно, в то время невозможно было, даже тяжело было, если честно, просто выставить, и, естественно, уже невозможно было точно издать книги. Я предпочитал книгу после этого проекта, которое было неизвестно, когда проект был сделан. И также, в то время, это было даже неизвестно, чтобы представить эти вещи. И для того, чтобы подумать о книге, в то время, это было абсолютно не полезно. Но в то время, в наши дни, книга была приготовлена и создана в этом году. Да, книга получилась неплохая, и я настоятельно всем рекомендую. Там, в этой книге участвовал известный писатель Габриэл Боре, известный писатель Жан-Жак-Мари, и известная американская искусствовед Ксения, русское имя, но американка Ксения Нурил, и порядка 80 моих работ. Ну вот, это насчет того, что было хорошего. Да, то есть, на первые две части я как-то ответил, но как мое видение фотографии меняется? Никак. Пока. Оно изменится со временем. Что было хорошего, я сказал. Какие проблемы, вызовы пришлось преодолевать? Знаете, проблему таких вызовов пришлось преодолевать каждый день. Например, материалов не достать, то есть бумагу перестали выпускать. Такие банальные вещи. Я хочу, чтобы... Я ответил два вопроса уже. Как я вижу, в этом году, в этом году. В этом году, в этом году, но это очень многое эволюции, как я описал. Второе, что было хорошего в этом году. Я также рассказал о моем книге, в этом году. И, конечно, это вопросе, что протеста и на каком-то... Не-человек. Не-человек. Не-человек я прийду durante эти годы. И, конечно, об этом оба-человеку. Да, что-то там были ashamed. Но эти вещи тоже не просто. Например, это давление. чтобы найти этот фото-папер. Фотографический проект, просто basic stuff, like, I don't know, фото-папер, фильм. It was discontinued because of COVID. Of course, the factory was closed, et cetera, et cetera. Теперь давайте оставшиеся 12 минут вернемся к тому, с чего Ирина все анонсировала, к рынку фотографий. Знаете, рынок фотографий, он достаточно плавно менялся на протяжении нескольких прошедших лет. Это связано с появлением Instagram культуры, с постированием работ, с тем, что люди все больше и больше общаются с произведением искусства через интернет. Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна. Да. Ну, не столько, сколько market changed. Значит, ну, это касается не маркета. Это, скорее всего, касается, собственно говоря, галереи как элемента структуры фотографического рынка. Если раньше фактически галерея, физическое существование галерея, это было одно из звеньев фотографического рынка. If previously the photo gallery, physical space of the gallery was one of the very important points of the whole art market. Ну, что мы наблюдали в Нью-Йорке, и, в принципе, наверное, Нью-Йорк, он как бы является, может быть, здесь раньше началось, примером того, что происходит в других местах, что все меньше и меньше людей стало приходить в галереи. То есть, если, допустим, настолько давно, насколько я могу вспомнить, это был 2001 год. В связи 2001 год, где бы галерея в Нью-Йорке ни была, она могла быть вообще в дыре какой-то. Там вход с заднего двора, ну, какой-то шестой этаж подниматься через лифт по коридору, пятое-десятое. Народ ходил, не остановить. Стучались, если там, допустим, в 11 галерея не открывалась. Требовали за это. И я могу сравнить с ситуацией в том, что было в арт-маркете с фотографиями, с галереями в фотографии, много времени назад. Но я помню, это может быть 2001. И в то время, даже если галерея была далеко от центра, и в интернете была из-за квартиры, и вы не могли использовать стейказы или эллипы для того, чтобы идти на флор. Но люди хотели посетить галереи. И люди даже кричали на двор, если галерея не открыла в час. Это было маком 20 лет. Big Trouble. The guy was in a big trouble. Последние два года, два-три года, может быть, бывали дни, когда в галерее вообще никого не было. Приходишь, есть такая галерея гитермана, выходишь к нему, сидит гитерманс. Привет, привет. Сидишь у него час, сидишь у него два. Никого нет. вообще никого. То же самое в других галереях. Народ перестал ходить. То есть, если, допустим, тебе нужно что-то купить, ты просто звонишь и говоришь, вот хожу это купить, хочу это купить. Они говорят, ну, приходите посмотреть. Ты говоришь, пришлите мне, я посмотрю, потом пришлю обратно. и, если, если, если люди хотели идти в галерее, то, сейчас, в галерее, вы можете даже сидеть несколько часов, и никто не придет. И, например, в галерее Глитеман, в Нью-Йорк, вы можете visit галерее, speak к галерее, кто сидит, и вы можете там, по-моему, и никто с ним будет. И, если люди, если они хотите покупать, вы можете сказать, что, давай, я хочу покупать и, что ли, если вы хотите покупать, то, или же, если вы покупаете и выручитесь то, если вы хотите new situation no no just an example it's um for everybody else basically the tendency is the same less and less people and this trend uh started it started many years ago but it's um aggravated few years ago and it became a disaster maybe last year прошлом году whatever tendency когда интернет интернет-торговля стала полностью подменять реальные физически существующие магазины том числе галерея галерея по сути магазин она началась конечно может быть десятилетия назад но усугубился эта проблема драматически особенно это стало заметно в прошлом году поэтому коронавирус он для многих облегчил задачу почему потому что люди хотели закрыть свои бизнесы но им нужно было куда толчок потому что вот это состояние что надо вот имеет галерею там все такое оно это вот зашоренность ментально она не позволяла людям принять это решение коронавирус дала им эту возможность and as a result the coronavirus situation the lockdown even just to push many people to make a decision what was prepared by the years previous years people recognized that the galleries in bad situation but at the same time it was not enough mental power to decide and this year with coronavirus it's much easier and people just have an excuse of the virus but the situation was prepared previously и коронавирус конечно дал время пока все были на самоизоляции пересмотреть вообще весь всю политику для очень многих галереи в том числе до самых для самых больших что делать как делать где участвовать и так далее и естественно в сша пока не мере ну в европе тоже многие галереи получили помощь от государства то есть вот этот переход благодаря коронавирус он ну вот к этому онлайн активити он произошел не так болезненно как мог бы произойти без коронавируса иоцензия иконавируса check the possibilities to make several decisions what's important or what's less important for the in the policy and the galleries decided where to take part in which fairs for example or where not and also this period of lockdown gave it time for the galleries to make these changes from physical to digital smoothie and plus during this period of lockdown because of the support of the state some galleries even the huge galleries get a special grants from the state and as a result these changes started to be easier for galleries than it might be without the period of lockdown without the pandemic взять вот такой пример допустим самое крупное арт-шоу фотографическое в нью-йорке это эйпат вармары на пирсе номер 92 в прошлом году там были в основном галерейщики я приходил когда мне было ни души не было посетителей а это был еще 19-й год у меня пошелe пирсеจетиттит по проекту prendre相 jig jaar из арт-шоу фотографий orkеев ONE- Herzog mastervadsheet аппа в Tipah RFulte в dirtifikе вы такие Pont of South Moscow Аппа в диапазона аппа отPs если они не настроены на них аппа теперь наконец с ужасом ожидали с тем, что онлайн-тренд сохранялся, ожидали новый Armory Show, который должен был состояться в апреле 2020 года. Стоит это все недешево, порядка 20 тысяч долларов. Пришел коронавирус. Никакого ярмарку отменили. Все сохранили свои деньги, всем вернули. Все счастливы. Теперь идет большая дискуссия в ассоциации, которая организовывала это iPad Show. Что делать? Прямо как у Чернышевского. И вот это что делать, может быть, вообще не будет. Зачем они нужны? Идет такая дискуссия, что, может быть, вообще от них отказаться. Или делать все по-другому. Как по-другому? Что по-другому? Если бы не было этой пандемии, наверное, об этом разговор бы не зашел. Все бы катилось. Так вот. Потому что времени на раздумья бы не было. В жизни у галерейщика такая. Это 24 часа в сутки нужно какие-то вот такие мелкие вопросы решать. Текучка не до этого. Сейчас все решают стратегические вопросы. И слава богу, вот дошло время до этого. И так же, в конце концов, Many gallerists really feared what will be next if in 2019 the APAD was empty. But people still spent money to be part of APAD 2020. APAD 2020 had to be opened in April this year. But because of the pandemic situation, it was cancelled and all the gallerists saved the money. And it was not a small bill. It was around $20,000. But people who wanted to... Minimum, minimum $20,000. $20,000 and plus. So because of this very big fee to take part in APAD, people still wanted to be part because it was very prestigious. But this year it didn't happen. People saved their money. But the association, what organized APAD, started to discuss what to do next, rather to continue or cancel. And because of the pandemic... Or to change the format. Oh, yeah. Or maybe to change the format of these fares. And because of the pandemic situation, people had time to think about strategic questions. Otherwise, for gallerists, it's a very, very tiny and messy days during 24 hours. You should do something very small, but very important. And you have no time to review the general situation. And the situation with pandemic gave this time. And that's very important. I think it will lead to some very positive changes. And changes will be coming from next year. I think there will be some more advanced online platforms for this art show. So, I feel that the pandemic situation gave to galleries not only the negative. feedback, but also gave a very positive chance to review and to find better solutions. Maybe for the future, there will be no physical fares. Or they will have a different format. And it will be not so expensive for the galleries. But the digital platforms for sale and for the gallery dealing will be open. So, I believe this situation is a very good situation for the future. And the future will be better. So, the first hour of our talk is over. But Alexey is ready to continue to talk with us. We are in Zoom conference. And also, we are in live stream on Facebook. So, we can write questions for us on Facebook. Or here in Zoom. And we will continue to talk. И поскольку у нас первый час нашей беседы истек, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы в Zoom готовы принимать вопросы в чате. Задавайте вопросы Алексею. Я хотел бы задать вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Притиск. Вам большой привет из города Чебоксары. Если знаете такое. Вот. И я хотел сказать, что когда я увидел вашу серию номенклатура знаков, то у меня возникли почему-то такие ассоциации с питерским же художником Андреем Полушкиным. Может, знаете. Он совершенно другое снимает. Но он исчез сейчас вообще из поля зрения. А Валерия Ваецкого, вы знаете, с Чиликовым в Южкороле они... Чиликовым? Знаю, да. Ну вот с Чиликовым они были в одном фотоклубе. Ушел. Да, он недавно ушел. Ну просто я когда был на выставке, вы как раз рассказывали, что занимались тем, что делали фотомонтаж. Правильно? В том числе негативы. Еще какой-то, наверное, ну свои приемы. Одним из тех, кто применял активно фотомонтаж. Чиликов, конечно, он конструировал. Мне его раннее творчество очень нравится. То, что он конструировал, я увидел, когда я его работал, у меня просто... Я весь в мурашках был. Такие же мурашки я получил, когда я увидел ваши фотографии. Наверное, году в 2007 кто-то принес. У нас уже на исходе был фотоклуб, сейчас его просто не существует в Чебоксарах, потому что все перешли туда онлайн. И принесли то ли на дискете, то ли на чем-то, да. И сказали, это Китаренко. И когда я увидел, у меня побежали просто мурашки, да. А я большой любитель снимать на длинные выдержки, тоже разные приемы использовать. Но у меня более современные. А я хочу сказать, что когда мне вспомнился Воецкий, который я снимал с Чиликовым, он был... Он уже старенький, у него была выставка в «Ежкароле» на Положском Треголике. Знаете, что он на выставку принес? Он принес отпечатки, у него не осталось даже негативов. Но когда я увидел эти отпечатки, я опять был просто сам не свой. Это было для меня открытие. Это были работы, которые в советское время, примерно в те же годы, 80-е, делался. Он делал фотомонтаж. И, соответственно, многие, кто-то говорят, да ты не фотограф, да чем ты вообще занимаешься. А он делал, никого не слушал. Это интересно очень. И это эксклюзивно было, потому что я не знаю, честно говоря, сколько... Пусть его много лет еще жить, но он уже выглядит очень стареньким. Он такой, мы с ним хорошо пообщались. Они, я так понимаю, с Чиликовым, наверное, где-то ровесники близкие были. Ну, может, Воецкий постарше. Чиликов тогда выглядел намного бодрее. Но Воецкий еще жив. И вот я хочу сказать, что у меня проскочили четкие ситуации. У меня сейчас горит лицо даже. Вы представляете, я вспоминаю работы, которые ваши... Я увидел город теней в перемешку с другими вашими фотоснимками. Кто-то из ребят чебоксарских примес. И я не мог оторваться, не мог несколько ночей уснуть. И поэтому я не мог пропустить эту встречу. Вам большой привет. У вас есть поклонники. Спасибо огромное. Вообще, если честно, даже в 80-е годы из Чебоксар, Юшкар-Алы приезжали в клуб. Были обмены выставками. Это помню. Просто не помню имен. Вот, может быть, визуально помню людей, не помню имен. Ну, прошу так, что извините. Может быть, я с Воецким как-то был знаком, если он приезжал в то время у нас. Были вот такие вот открытые заседания с гостями из других городов, из других клубов. Я позволю себе перевести чуть-чуть ваш разговор. Юрий Притиск from Чебоксары sent his regards to Алексей Титаренко и сказал, что первое время, когда он увидел его работы по Алексею, на какой-то диске, может быть, 15 лет назад, он действительно чувствовал густос, because it was very important and it was very real things and Yuri also compared these things with the works which were done by the local artists surrounded famous Russian photographer who passed away this year, Sergei Chilikov and other people who worked in Chebuxary and Yushkarala people like the artist Voyetsky who did in 1980s the photo montages and presented these montages in that time in the local photo club but many people didn't accept his works and they told, oh it's not photography it's a kind of art, it's montages, it's not photography but that thing, they were very, very real and this artist Voyetsky is still alive and it's interesting how all these things all connected and Alexei answered that maybe he even saw the works of these artists in the 80s when the photo club in Leningrad where Alexei was one of the members did exchanges exchange exhibitions with the different photo clubs around Soviet Union and they were even the tradition of open sessions of the photo clubs when the photo club in Leningrad had guests from in other cities and it was open discussions so it was possible that in 80s all these people who don't remember the names at this moment but they were acquainted and even met in that time Alexei, and as I know by stories I was little, I was 1926 years old I was little, I was 1976 years old so that in the end of the Hibokzara Несколько лет собирались фотографы со всего СССР. В том числе приезжал и Сан Саныч, и Слюсарев, и Баскаков молодой, и Баскаков сам мне много чего рассказывал, и приезжал Пенхасов и так далее. То есть многие были, и многие перезнакомились, и образовался очень интересный слой. И если честно, то мне даже не за современными почему-то интересно так наблюдать, хотя постоянно возникают новые имена. Мне интересно смотреть за теми, кто был тогда. Они сформировали очень мощный фундамент, потому что получилось, что под конец Союза очень многие, как и вы, хотели выразить свое отношение, свою философию. Люди стали смелее. И в ваших работах я вижу еще и философию отчетливо. У нас в фотоклубе пытались сделать это и в конце 70-х. Кстати, получалось, то есть органы не замечали какое-то время. Но потом уж, если замечали, вот у нас был один в фотоклубе хороший, выдающийся, его можно прогуглить, Геннадий Ткалич. К сожалению, был арестован и отправлен в места не столь отдаленные на 10 лет. И Юрий тоже сказал Алексея, что в late 80-х, в 80-х в целом, многие люди из разных страны приехали к Чебоксаре и Вешкарала, и это был один из центровых фотографий. И люди из Москвы, как Силсерев, в то время, молодой фотографии Баскаков, который later был head of the Union of Photo Artists for a long time. So, many people came to that region, and it was a very interesting mix and exchange of ideas. And it's interesting because it looks like in the 80s, many people wanted to express their inner feeling, their inner vision of the reality. And for Юрий, it's very interesting to review and to follow that generation. And as Юрий feels, Алексей is also part of that generation of people whose artistic style was formed in the 90s. And Алексей told that in his photo club in Leningrad, this inner vision was accepted by members... For me, it's late 70s, late 70s. Not in the 80s, but even in late 70s, earlier, when he came to the photo club, there were several people who did very personal things. And one of those people, his name was Tkalić. He was a very interesting and very individual artist. But when his works were reviewed by the official representatives, he was even arrested in the 80s. And he was sent to prison for 10 years for the things, what he did in photography at that time. But many people at the same time did very, very personal things. And that's interesting because that's from 70s and 80s, this movement, what we can name as a kind of перестройка art from Soviet Union. And I add to that, that именно this generation of people who were in 70s and 80s already experienced, sort of, really, внутренним творчеством, they became the generation of people who were known as a generation of people in the 80s, who now we can call the creators of the photographs of the modern art of our country. Well, of course. All right. Спасибо большое, там другие вопросы в чате задают. Спасибо, я отключаю. Еще вопрос из чата. Я сразу перевожу на английский, Алексей может вопрос видеть по-русски в чате сейчас. Я видел твои работы в Мультимедия арт-музеуме. И, как я помню, из этого видео, были даты 2013-2014. Are you doing the same style works still, like a long exposure, the garage, the tone prints? Are you using the same right now or you move to the different style at this time? Ирина, точнее не Ирина. Галина, это был вопрос от Галины. Галина. На самом деле, в Мультимедия арт-музее там были работы самое последнее, 2018-го года. Вот. 2018-го года, правда, она одна. До этого, наверное, 2014-го, действительно. Но вот последнее 2018-го, называется Midtown Sunrise, восход солнца в среднем городе. Ну, так условно. Ну, да. Ну, так как слава? Вот. Ah, точно. So, at the exhibition in Multimedia Art Museum, most of the late works, yes, truly from 2013 and 2014, but it was one piece from the very recent works from 2018. И следующий вопрос тоже из чата, я его перевожу. Алексей, я очень-очень рада быть сейчас в конференции, и я очень рада быть знакомым. Алексей, у меня к вам тоже есть вопрос. Вы сейчас, когда живёте в Нью-Йорке и снимаете окружающий город, вы чувствуете в нём какую-то связь с Петербургом? Или эта связь рождается постольку, поскольку это внутри вас всё время, и вы не можете с этим совладать, и этот Петербург, он будет продолжаться и в других ваших работах? Или я не права, и здесь только внешнее возможное сходство? My question to Алексей is about the recent works, because he's living right now in New York and shooting in New York. Rather, he really looks for St. Petersburg in New York, or it's because it's inside of him all the time. St. Petersburg is with him. Or it's just a visual effects, because the first time these effects were presented in his St. Petersburg works a long time ago. — В принципе, это всё равно я. То есть через город я выражаю своё видение, свою внутреннюю жизнь в какой-то определённой степени. Моя оценка того, что я вижу, эмоционально. Поэтому, ну и в Петербурге был я. Кстати говоря, Петербург не очень виден, то есть нет таких пейзажей с путеводителя, где он узнаваем. Очень многие петербургские снимки мне говорили, приезжавшие из других стран могли быть сделаны в Италии, там, в Бостоне, в каких-то местах. Там, где я живу, в Гарлеме, например, это тоже конец 19-го, начало 20-го века, архитектура типа эклектика. Очень похоже. Если бы не было вот этих пожарных лестниц на фасаде, ну, были ты Петербург. Но не в этом дело. То есть вот, когда я переехал в Нью-Йорк, начался финансовый кризис. И вот эти все пережитые моменты мне вспомнились в Питере, когда начался коллапс Советского Союза. И вот тогда я тоже стал использовать эту длинную выдержку опять в Нью-Йорке, потому что тут ситуация была, мама не горюй, извините за выражение. С этого все началось. The answer is, I will try to go step by step. In every images, there is artist himself, his own feeling, his own condition. And for him, it's him. It's not the search for the city. And even when he did the images in St. Petersburg, many people, first of all, of course, they were not the images from the touristic guides from the city. And many people who saw his images from St. Petersburg in the different countries, they told him that that images were able to make in their countries, in Italy, in France, in many other countries. People accepted the images by Alexei like the images done in their familiar places. And when he came to New York, it was exactly the time of financial crisis in New York. And he compared in his memory the situation with financial crisis and the situation with the collapse of USSR. And he understood the situation from his own memory as he had in the 90s in St. Petersburg. That's why he started to make these long exposures in New York as his own reaction on the situation around him. And that's why it's the same style, but it's not the following of the visual situation. It's the following of the feeling of the artist about the life. Yes, but you didn't see the exhibition. That's true. Но какое чувство? Сколько людей из Москвы, из Петербурга позвонили после того, как выставка открылась в Москве? Ведь наверняка много людей снова пришли к Алексею Титаренко лично, поскольку это работы, которые вызывают личные отношения. И вспомнили о художнике, хоть он сейчас и не в России. Наверняка ведь было таких много. Да. Да, много. Больше, чем я думаю. И мы просто говорили о этой экспедиции потому что эта экспедиция была открыта в Москве в Септембре. И, конечно, это было неожиданно отходить из Москвы в Москве в Москве в этом году. Но я думаю, что я могу представить что многие люди called к Алексею после этой экспедиции из Москвы, из Петербурга, потому что это реально было действительно было так, что люди и это было и это было и это было для того, чтобы иметь личную конвесацию с артистами. Потому что эти работы очень личные. И Алексей ответил, что, да, много людей and he even didn't expect previously how many people will contact him after this exhibition from Russia. Можно? Можно? Кое-что уточнить? Я хочу поблагодарить еще и Ирину и фестиваль фото-визов. Все-таки его очень многие... Вот я смотрел в Фейсбуке сколько подписано и так далее. Может, не все откликаются. Я считаю, что может и приходит уже и мое время обращать внимание на молодое поколение. Потому что когда я рос, на нас особо никто не обращал внимания. Как раз в 90-е годы мы были особо никому не нужны. Там вообще пропало какое-то поколение. Я считаю, что очень полезно нынешним авторам знакомиться как раз с авторами вашего поколения, Алексей. потому что вот я не помню Мухин вашего или не вашего поколения. Он, наверное, помоложе. Он 61-го. Ну, во всяком случае. В 12-м поколении. Да, мы с ним даже встречались в конце 80-х. Он приезжал выставку делать. Мы ему помогали. Кстати, мы организовали источное пространство. И я в 12-м году проводил мастер-класс. Сразу после Мухина я выступал. И мне организатор сказал Юра, на тебя пришло там 300 человек. До тебя там еще выступала какая-то девочка такая очень попсовая. На нее пришло несколько тысяч человек. А на Мухина пришло 50 человек. И организатор просто был в шоке. Почему? Потому что молодежь почему-то не обращается назад. Не хочет или не знает. Я рад, что фотовиза дает нам такую возможность познакомиться и с вашим творчеством поближе. Пообщаться лично. Хотя бы через Zoom. Спасибо. Да, спасибо. С моей стороны тоже огромная благодарность. много благодарности generation И спасибо вам большое, Алексей, за то, что вы смогли выйти к нам на связь и за этот разговор. И я думаю, что для наших зрителей в России было очень важно почувствовать, как переход от 80-х к 90-м в реальной жизни, как он оказался выраженным в искусстве, как это повлияло на формирование художника. Потому что в нашем дискурсе очень часто искусство рассматривается отдельно от жизни. Есть становление художника, есть где-то там реальная жизнь за пределами башни слоновой кости. И наоборот, я понимаю, что для публики за пределами России это естественное состояние говорить о жизни в стране и о творчестве художника как о едином целом. И мне очень важно, что этот разговор состоялся, и наша аудитория российская понимает, как говорится об искусстве в современном мире. И для меня это очень важно, и я хочу сказать о том, что Алексей, за эту встречу с нами сегодня. И это очень важно для меня, чтобы российские зрители получили возможность услышать как говорить о том, как говорится об искусстве в современном мире, об искусстве в современном мире. Здравствуйте! Извест Алексей, и спасибо всем, кто был с нами сегодня во время этой дискуссии. Thank you very much. Thank you to everybody for this evening together. And enjoy our events tomorrow and next days. Follow the program of Photovisa. И присоединяйтесь к нам, к нашим следующим событиям. Спасибо вам большое. Спасибо за этот вечер с нами. До свидания. До свидания всем. Спасибо и всего доброго. До свидания.